Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука для начинающих. Вот сейчас я зашла в теплицу, где у меня томятся томаты для открытого грунта. Они у меня все рассажены по стаканчикам, тут разные сорта. Вот они, елочка, вот она шахерезада и все-все-все. Я хотела рассказать про огурцы, как подготовить грунт к посадке огурцов. Но увидела здесь вот мою желтую рассаду и вспомнила, что я очень давно обещала, сейчас перейдем на другой ряд, рассказать, почему желтеют листья рассады и что делать в таких случаях. Ну вот я сейчас покажу. Вот рассада, которая взрослая, которую я уже рассадила по большим емкостям, она вся выглядит хорошо. У нее здоровый цвет листьев, вот она прям такая, как сочная. Но у меня есть явный пример того, как могут листья рассады пожелтеть. Вот перейдем на эти лотки и глядя на них, я вам хочу рассказать, как, почему желтеют листья рассады и что нужно делать. Но чаще всего, и как все опытные огородники согласятся, наверное, со мной, чаще всего делать ничего не нужно. Вот на таких ранних сроках, когда у нас еще май, когда рассада не высажена в полноценный открытый грунт, ничего предпринимать не нужно. Вот эти вот мои лотки, видите, которые явно-явно отличаются цветом от рассаженных в большие емкости, они просто пожелтели от недостатка питания. Чаще всего, если рассада у вас желтая, если листья светлеют, то обычно в более половине случаев это не хватает азота. То есть посаженные, вот так густо посеянные, которые должны быть давно уже высажены в большие лотки или в грунт, или куда-то. Просто-напросто вот эти растения, они съели все питательные вещества, которые были в этом небольшом лотке. Объем грунта там небольшой, их много, и они, конечно, пожелтели, ни азота у них уже не хватает, и, наверное, ничего другого. Я вот делаю выемку, и там в этом лотке, можно сказать, остались уже одни корни. Весь питательный грунт весь уже съеден, весь переработан вот в эту зеленую массу. В таких случаях не нужно делать ничего. Другое дело, если у вас, например, вы уже высадили с расстоянием, с нормальным, в открытый грунт или в теплицу, и тогда желтеет лист рассады. Но это другой разговор. Об этом расскажу в конце, а сейчас поговорю еще о том, если желтеют нижние листья рассады. Вот я сорвала вот этот лист, вот с этих вот моих томатов. Вы видите, что они уже здоровые, они у них, цветочная кисть уже выдвигается. Скоро буду их высаживать. Но заглянув вот туда внутрь, можно увидеть, что некоторые вот самые-самые нижние листики, видите, они желтенькие, они некоторые даже отсыхают. Даже в таких случаях я не волнуюсь и советую вам не волноваться, потому что все-таки они у меня вот здесь в стаканах, тоже объем недостаточный, и вот томаты имеют такую способность, но не только томаты, а другие. Они перебрасывают недостающий азот и все питательные вещества от старых листьев к новым, то есть старые они уже бросают, считается, как они выполнили свою роль, а стараются все-все питательные вещества направить на образование новых листьев и уже если есть вот это вот, срок подошел на образование бутонов. Старые листья у вас пожелтеют неизбежно. Они уже не нужны, и я уже много раз говорила, вы о них не расстраивайтесь, вы все равно будете при высадке в грунт убирать их и заглублять. Другое дело, если вы уже высадили в огород, в открытый грунт или в теплицу, и у вас не только два нижних листа, например, пожелтели, а пожелтели вообще нормальные, здоровые листья, которые находятся на середине ствола или даже вверху, то тут уже нужно бить тревогу. Но, во-первых, причин очень может быть много, это и так называемый хлороз, но я не буду все называть, у нас есть в интернете таблицы, можно посмотреть, но дело в том, что не всегда пожелтение листьев это недостаток азота, вот что самое главное. Может быть и недостаток железа, короче, если желтеют листья, скорее всего, не хватает каких-то микроэлементов. Есть очень хорошие средства, да, и вот когда у вас пожелтели листья, не обязательно, не нужно подкармливать только азотосодержащими, подкладывать там навоз, перегной, нужно, скорее всего, сделать опрыскивание, помочь добавить микроэлементы. Вот, например, феравит у нас содержит железо и азот, потому что пожелтение листьев иногда нам сигнализирует о недостатке железа. Вот этот вот феравит, универсальный стимулятор фотосинтеза и дыхания, он насытит ваши растения азотом и железом, а если применять, например, цитавит, это вообще коктейль из всех-всех вот этих микроэлементов. Сейчас посмотрю сзади. Так, азот, фосфор, калий и микроэлементы магний, сера, железо, марганец, бор, цинк, медь, молибден, побальд. Вот такие подкормки именно для насыщения растения всякими микроэлементами. Они намного лучше, чем подкормка томатов азотом, азотосодержащими удобрениями. Про азот мы уже говорили, что из-за азота томаты могут зажировать, нарастить большую, красивую зеленую массу, но не дать вам, ну, в ущерб цветению, не дать плодов. Если у вас уже, вот, например, такие бутончики образовались, все хорошо, но листья желтеют, то лучше всего делать опрыскивание с микроэлементами. Но чаще всего, я говорю, что если у вас на ранних сроках, вот сейчас, особенно май, никто еще не высаживает, но уже расстраиваются, у меня листики желтые, у меня рассада пожелтела, не бейте тревогу, пока вы не высадите на постоянное место. Скорее всего, это или недостаток питания, или холодные условия. У нас вот, у меня вот здесь совместилось все. Им и питания не хватает, и стояли они там в холодной теплице, они пожелтели. Если рассада на ранних сроках желтая, ничего страшного, высадите в полноценный, такой, ну, как сказать, в жирный, хороший грунт, в удобренный, все листья обязательно приобретут зеленый цвет. Вот эти я когда высаживала, они тоже были бледно-желтые, но когда я им дала по полкилограмма такого хорошего чернозема с перегноем, они быстро стали зелеными, хорошими, и теперь уже все. А то, что у нас нижний лист вот этот вот пожелтел и отвалился, я не расстраиваюсь. Все, до свидания, с вами была Ольга Чернова, это разговор на тему, что делать, если листья рассады желтеют. И вот мое мнение, чаще всего не нужно делать ничего до высадки рассады на постоянное место. Все, до свидания.